Три дайверских модели Сортина. В чем их сходство и различие? В этом ролике. Друзья, здравствуйте! Это был кусочек из ролика презентации часов Сортина DSPH500M. Вы уже поняли, что ролик классный, как и часы. Ссылку вы найдете в описании. Сегодня я расскажу про эти часы и еще про две модели Сортина, которые напоминают об истории марки. Модели во многом похожие. Винтажные, дайверские и очень близкие по цене. DSPH200M в версии 2018 года, PH200M в версии 2020 года и DSPH500M. Тоже новинка. Зачем компании три модели почти идентичных по стилю и цене? Как сделать выбор между ними? Такой вопрос возникает у многих. Сегодня я покажу, чем отличаются внешне почти идентичные часы. В чем фишки каждой из моделей. И не только на уровне картинок или характеристик. Я расскажу про идею, которая лежит в их основе. А также про то, чем спрос на нашу троицу в России отличается от остального мира. У нас же свой особый путь. Поехали! Все три модели объединяют буквы DSPH и перекрестие на циферблате. Вот с букв и начнем. В 1959-м Сортина открыла два новых здания. Для того времени супер продвинутых. В сборочных цехах стояли кондиционеры, пылевые фильтры и даже играла специально подобранная музыка. Но в историю бренда тот год вошел благодаря другому событию. Появлению концепции Сортина Double Security. Двойная безопасность. Для защиты от ударов механизм был подвешен внутри корпуса в эластичном амортизаторе, который поглощал кинетическую энергию. А для защиты от протечек были предусмотрены дополнительные прокладки и толстое стекло. Часы были проверены на водонепроницаемость до 220 метров. Так Сортина стала одной из первых компаний, выпустивших 200-метровые часы. Напомню, что 50 Fatoms от Blanpa это 90 метров. А рассказывая про появившиеся незадолго до Сортина DS модель Luminor, в Панерай предпочитают говорить о водонепроницаемости головки. А не часов в целом. Так что 220 метров для 59-го года это очень прилично. А для доказательства удара прочности, часы Сортина DS с высоты 6 метров бросали на бетонную плиту. И не просто так, а привязанными к 27-килограммовой гире. Зачем гири, если ускорение не зависит от массы тела и почему именно 27 килограмм? Не знаю. Мир часов полон загадок и в этом ролике они нам еще встретятся. Думаю, вы поняли, что гордость компании была более чем обоснована. Дайверского стандарта тогда еще не придумали. И на циферблате появились буквы PH. Пресс-эгидростатик. Статическое давление. Так компания стала обозначать возможности своих моделей. В том числе вот таких. Тысяча метров. Сортина DS получили титул самых прочных часов из когда-либо созданных. И обратили на себя внимание специалистов НАСА. Из той части НАСА, которая в космос не собиралась. Точнее собиралась, но в космос подводный. В 1969 году Сортина DS PH500M стали частью экипировки участников эксперимента Tiktight-1. Четыре человека два месяца прожили в специально созданном подводном доме. Ученые исследовали долгосрочное влияние погружением на физиологию человека. Хотя что там изучать? Ну каким может быть воздействие на человека теплой морской воды на Карибах? Приезжали бы к нам на южный берег моря. Море Лаптевых. Поскольку часы показали себя безупречно, через год Сортина стала участницей следующего этапа проекта. Tiktight-2. Не обошлось без Сортины в 1964 в проекте CELAP, который проводили американские военные. Сортина продолжила развитие концепции DS. Революционное новшество и по сей день остается лицом бренда. В 2018 компания решила возродить линейку знаменитых часов. В коллекции Heritage вышла модель DS PH200M. Стальной корпус, механизм поверматик, второй ремешок в комплекте и цена около 50 тысяч рублей. Эти часы тут же стали героем множества обзоров. В этом году появилась новая версия PH200M. Если сравнить фото, почти то же самое, что называется найди 7 отличий. Разве что ища второй ремешок и подросла цена. Причем прилично. Плюс появилась вот такая оранжевая модель PH500M. Прямая наследница тех PH500, что участвовали в Тектайт. Похожая на PH200 по концепции и очень близкая по цене. Итого, Сортина предлагает сразу три модели, очень близких по концепции, характеристикам и ценам. Зачем? Запутать покупателя? На самом деле, при всей близости между тремя моделями более чем достаточно различий. Поскольку я люблю все раскладывать по полочкам, давайте мы разберем их по трем пунктам. Какая лучше соответствует исторической основе, какая интереснее технически и где круче комплектация. А в конце расскажу про основные, идеологические различия модели и про нашу российскую самобытность. Про то, чем спрос в нашей стране отличается от остального мира. И начать предлагаю с цифр, с характеристик. PH200 в версии 2018 года самая доступная. При том, что в комплекте с часами идет дополнительный ремешок, на сайте Сортина.ру за них просят 54 500 рублей. Хочется сказать, всего 54 500. Новый вариант той же модели стоит уже около 70 000. Главное отличие, о котором обычно говорят, сапфировое стекло. Но есть и другие, о них чуть позже. И почти такая же цена у оранжевой лимитки PH500. По первому нашему критерию, соответствуя исторической основе, однозначным лидером является прошлогодняя PH200M. Внешне это почти копия модели 60-х. Сравните сами. Классический корпус, четкий циферблат, большая головка, плоский рант. Сохранен даже рисунок циферблата. Задняя крышка глухая, с черепашкой. Очень похоже на предшественницу и PH500. У нее чуть-чуть поменялось форма секундной стрелки и часовых отметок. В сочетании с оранжевым циферблатом они смотрятся отлично. Оранжевый цвет был выбран не случайно. Это лимитка, сделанная совместно с VDST, немецкой ассоциацией дайвинга. Такой цвет попросили именно они. Он лучше всего виден под водой в темноте. VDST это одно из крупнейших в мире объединений любителей подводного плавания. Лого ассоциаций два ныряльщика изображены на задней крышке. Присмотритесь, один из них без акваланга. Видимо, променял на часы. Одной из фишек исторической модели PH500 был 14-гранный рант. Почему грани было не 6, 8 или 12, не знаю. Информации не нашел. Еще одна загадка истории. Если знаете, напишите. В новинке число грани сохранилось, но рант стал на порядок более изящным. Да и в целом дизайн получился интересным. С одной стороны он явно не стандартный, заставляет присмотреться к часам. С другой их вполне можно носить каждый день. Что очень отличается в современной версии PH500 это заводная головка. В оригинале она была слегка утоплена в корпус, чтобы не мешала. Сейчас она стала более заметной. Но на мой взгляд это хорошо. Она служит акцентом, украшением корпуса. Дальше всех от исторической основы новая PH200. Плохо ли это? Главным визуальным отличием стал рант. Он перестал быть плоским, а приобрел выпуклую форму и необычный блеск. Версию 2018 года в компании делали максимально аутентичной. И в частности использовали алюминиевый рант. Новая модель повторяет PH200 в полностью современных технологиях и материалах. И рант здесь уже керамический. Присмотритесь как на нем сделана цифровка. Она поддерживает винтажный стиль и как будто отливает золотом. Второе серьезное отличие и от оригинальной PH200, и от остальных двух моделей обзора – это задняя крышка. Здесь она прозрачная и открывает калибр 80-611. Мы подошли ко второму пункту анализа – к техническим аспектам. Здесь и лежат главные различия между моделями. Если в прошлой версии PH200 стоял просто поверматик 80 с обычной спиралью калибр 80-111, то в новой калибр 80-611 со спиралью из материала Невахрон. Мы рассказывали про него в прошлом выпуске. Точно такой же продвинутый механизм работает и в 500-метровой лимитке. Главное отличие Невахрона от традиционного Неварокса – это устойчивость к магнитному пулю и тряске. Сортина первая из компании на часовом рынке, кто запустил калибры с этим сплавом. Вы видели надписи на столбе? Ничего необычного не заметили? Отмотайте назад. Между нашими тремя моделями тоже есть одно важное, но почти незаметное различие – стекло. Новый PH200 – оно сапфировое. PH500 – тоже сапфировое, но имеет внутреннее антибликовое покрытие. И здесь оно плоское. В эксплуатации это, наверное, хорошо, но мне нравятся слегка выпуклые стекла, как в PH200. Двигаешь рукой и получаешь вот такие интересные эффекты. Стекло прошлой версии PH200 выделяется кардинально. Оно здесь хизолитовое. Почему компания использовала именно хизолит, расскажу в конце, когда будем говорить про идеологию моделей. А сейчас о том, оправданы ли опасения, которые высказывают некоторые покупатели. Стекло в PH200 непростое. Оно имеет особое покрытие – Nex Scratch Guard. Оно было разработано швейцарской компанией Kiburs, специалистом по стеклам, циферблатам и не только для часов. Это покрытие делает даже органическое стекло устойчивым и к обычным царапинам, и к воздействию различных химикатов, не говоря про соленую воду. Честно скажу, сам царапать не пробовал, но ролики на сайте Kiburs впечатляют. Если среди подписчиков канала есть владельцы PH200 образца 2018 года, напишите, пожалуйста, свои впечатления, как часы показали себя в эксплуатации. А я дам еще один аргумент сторонникам хизолита. Знаете ли вы, что вплоть до недавних пор во множестве глубоководных часов использовалось именно органическое стекло? Причина – надежность. Во-первых, оно не бьется. А во-вторых, давайте вернемся к концепции DS – Double Security. Посмотрите на фото. Вы видите черный амортизатор, на котором подвешен механизм, и две прокладки у стекла – черную и зеленую. В отличие от Sapphire, хизолитовое стекло упруго. Под давлением воды оно прогибается, расплющивается и дополнительно запирает прокладку, не давая воде проникнуть в корпус. Возможно, из-за стекла наши модели имеют разную высоту. Новая PH200 с Sapphire на миллиметр тоньше прежней версии – 11,9 мм против 12,9, хотя и та, и другая более чем комфортны на руке. Высота оранжевой модели – 14,95 мм. Если кто-то скажет много, еще раз взгляните на надпись на крышке – Divers 500 метров. Это не просто водонепроницаемые часы, а профессиональный прибор, созданный по особому дайверскому стандарту. Напомню про сотрудничество с немецкой VDST. Требования к прочности и надежности таких часов просто адские. Увеличенную толщину стекла вы можете рассмотреть сами. Усилена здесь и задняя крышка, и все остальные элементы. И третий пункт часовых разборок – комплектация. Но здесь вопрос, как ее считать. Если брать в узком смысле, то новая PH200 проигрывает соседям. Она идет в обычной коробке и никаких дополнительных фишек к ней не прилагается. А там дополнительные ремешки и вот такой бокс, который и сам по себе в хозяйстве пригодится, и превращает часы в ценнейший подарок. Новая PH200 имеет еще и систему легкой смены ремешка. Несет сапфировое стекло, механизм с невахроном и очень интересный керамический рант, которого нет даже в старшей модели. У нас на съемке были версии PH200 с межбраслетом и нейлоновым ремешком. С нейлоном часы получаются очень приятными и вполне комфортными. К тому же очень хорошо подобраны цвет ремешка, циферблата и ранта. Межбраслет у Сертина особый. Посмотрите и вы поймете, что здесь нет ничего общего с тонкими браслетами, которые используют на дешевых часах. Вместо скользящей застежки здесь надежная бабочка, а регулировка производится удалением части звеньев. Выпуском трех близких моделей Сертина изрядно запутала покупателей. Я обещал распутать, объяснить идеологию коллекции. PH200 – это дань традициям бренда, который одним из первых создал 200-метровые часы. В Сертина постарались максимально точно воспроизвести легендарную модель из 60-х в корпусе современных размеров. 43, а не 38 мм. Такой же рант, крышка, такое же стекло, выпуклое и хизолитовое. Кстати, еще лет 10 назад Омега в лимитированных спидмастерах, посвященных лунной программе, специально ставила органические стекла. Не из экономии, так было в оригинале. При этом в PH200 интересный механизм, высокотехнологичное стекло с антибликом и полезный комплект. PH200 2020 года – это реинкарнация той же модели, но с самыми современными технологиями и материалами. Новейший механизм – керамика, сапфир. Кстати, именно сапфир выпуклой формы дал самую большую прибавку в цене. А PH500 – это прежде всего профессиональные дайверские часы по стандарту ISO 6425. Да, это напоминание об уникальных подводных проектах, комплектация, но прежде всего это реальный инструмент, созданный в коллаборации с одной из самых крупных дайверских ассоциаций мира. Из трех моделей каждый может выбрать то, что больше подходит именно ему. И пока я расскажу кое-что еще, напишите, насколько мне удалось выполнить обещание, объяснить различия между тремя моделями и какая из них больше по душе вам. Я обязательно передам тому мужику в ластах. А я расскажу, чем спрос на эти модели у нас в России оказался не похожим на остальной мир. Так вот, во всем мире первая PH200 вызвала буквально фурор. У нас же ее брали с определенной опаской, нам вынь да положь сапфир. Однако после выхода сапфировой PH200 продажи первой версии не то что не упали, а даже выросли. Причем в несколько раз. Потому что теперь каждый мог выбрать то, что больше подходит ему. Вот такая у нас получилась очередная история из мира красивых вещей и сложных механизмов. Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. Да, и не забудьте про мужика. Ссылка в описании. Хорошее настроение гарантирую. До новых встреч.